2019-й стал для Барнаула периодом парковых войн. Еще свежей в памяти горожан страсти вокруг сквера на площади Сахарова, где была запланирована постройка отеля Рэдисон. Этот сквер отстояли, но в разгаре борьба за зеленый уголок рядом с Алтгу и за часть парка имени Ленина. Барнаульцы дали понять властям, больше не дадут решать судьбу общественных пространств без участия самих горожан. Барнаульцы осознали, что судьба зеленых зон города, судьба городской застройки, исторических зданий, исторического центра в целом, это не только головная боль чиновников, бизнесменов, профессионалов. Это наше общее дело. Мы в Изумрудном парке с трагичной судьбой. Последние несколько лет он переходил из рук в руки с каждым новым хозяином, приходя во все большее запустение. Последний из владельцев попросту вырубил почти треть деревьев. Это стало последней каплей. В начале 2019 года в СМИ и соцсетях поднялась волна народного негодования. Управляющего парком отдали под суд, признали виновным. Парк передали в краевое подчинение. И полгода спустя парк начал оживать. Аллеи и большие дорожки почищены. Ну, а тропинки там были всегда, они есть. Народ из парка никуда не уходил, но сейчас его прибавилось. И даже в том запущенном состоянии, в котором парк пребывает, он используется его посетителями всесторонне. Новый управляющий Владислав Вакаев говорит, основная работа, как и основная борьба еще впереди. Он признается, многие бизнесмены до сих пор рассматривают Изумрудный как лакомый кусочек, где можно разместить шумные аттракционы. Но у него на руках результаты соцопроса барнаульцев. С заподавляющим преимуществом люди хотят зеленую зону для тихого семейного отдыха. Вот это неудивительно, потому что, к сожалению, в нашем городе таких зон очень немного. Мы не хотим коммерциализировать проект. Хорошо, что мы краевое казенное учреждение. У нас нет задачи здесь из любой квадратного метра выжать деньги. В отличие, допустим, от тех арендаторов парка, которые управляют парками и зарабатывают на этом деньги. Отметим лишь, что мировой опыт показывает, совсем не зарабатывая, игнорируя коммерцию, парки прожить не могут. Но Вакаев рассчитывает прежде всего на краевое финансирование. Так что пока запросилось краевого бюджета 33 миллиона рублей. Два на разработку проекта, который необходимо разработать уже к середине весны. Одиннадцать на велобеговую дорожку. И восемь на озеленение. Эти пункты предусмотрены заранее, так что они обязательно должны быть в проекте. Еще десять на текущее содержание. Правда, признают, что и эти цифры могут уменьшиться. Но отступать поздно. За реконструкцией Изумрудного следят все, от рядовых барнаульцев до депутатов федерального уровня. Тем более, в этом году, наряду с краевым финансированием, парк получит федеральные. В рейтинговом интернет-голосовании из 44 общедоступных объектов, именно Изумрудный набрал большее количество голосов, став, по сути, главным проектом на 2020 год. Федеральное финансирование по программе «Комфортная городская среда» сейчас уточняется, но разговор идет о 50 миллионах рублей. К сожалению, у Барнаула есть не самый удачный опыт подобных проектов, как благоустройство набережной, создание Нагорного парка. Поэтому считаю, что за этим проектом нужно и впредь обеспечивать общественный контроль. Все стороны признают, чтобы таких неудач, как с барнаульским туристическим кластером, где до сих пор низкопосещаемость пешеходной зоны на Молотобольской, не повторилось оживление Изумрудного, должно проходить под строгим контролем самих горожан. Первый шаг – общественный совет, куда войдет 15 известных в городе персон – общественники, ученые, журналисты. Они на всех этапах будут следить за тем, чтобы работы велись в интересах горожан. Наш медиахолдинг со своей стороны также намерен освещать все этапы работы над Изумрудным, чтобы следующий год запомнился уже не парковыми воинами, а парковым преображением Барнаула. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.